Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на изучение уроков субботней школы. Новый урок, который называется «Любовь к деньгам» мы будем изучать сегодня в этой студии вместе с нашим гостем. Это Наталья. Здравствуйте, Наталья. Спасибо, что вы сегодня с нами. Сегодня мы говорим о деньгах. Но хочется сразу сказать, дорогие друзья, что этот урок не о зарабатывании денег, не о правильном их вложении, не о инвестициях. Я думаю, что достаточно на ютубе видео, которые помогут вам сделать правильный выбор, куда вложить деньги. Сегодня мы говорим о деньгах как об инструменте, который Господь нам вручает, как о таланте, который Господь нам сегодня дарует, чтобы мы могли правильно им пользоваться. Ведущий текст говорит следующее. «Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф». Ведущий текст. «Во всех наших расходах средств мы должны стараться исполнить намерение того, кто является альфой и омегой всех христианских усилий». Наталья, скажите, пожалуйста, как вы считаете, деньги – это талант или же это финансовый инструмент, который нам позволяет покупать все, что угодно в этом мире? Ну, я думаю, что на этот вопрос можно ответить и так, и так. Да, действительно, деньги – это талант, врученный нам Господом. И да, действительно, на деньги мы можем приобрести то, что нам необходимо, и иногда даже чуть больше. И в этом вопросе, в этом уроке мы постараемся заметить, почему же это талант и почему это средство для наших личных потребностей. И сохранить или изучить, как правильно сохранить правильный баланс траты денег и средств на существование. Сердца раскрытые, ведущий первый вопрос, его название «Сердца раскрытые» звучит так. Как использование нами денег раскрывает глубину нашего посвящения Богу? Стих в Евангелии от Матфея говорит нам «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Или, другими словами, где богатство ваше или где деньги ваше, там будет ваш разум, о том вы будете думать. Потому что мы, как люди, часто переживаем о том, что произойдет с нашими деньгами, с нашими сбережениями, потому что то инфляция, то пропадают деньги, то еще какие-то трудности. И мы склонны к тому, чтобы переживать об этом. Но Матфея предупреждает нас, что там, где сокровища наши, будет и наш разум. И если мы серьезно к этому будем относиться, то первый вопрос, который мы будем задавать себе, это «Господи, вот средства, которые ты мне подарил, что мне с ними делать? Куда мне их вложить? Где мне их отложить? Зачем мне это сделать? С какой целью мне это сделать?» И я думаю, что если мы будем рассматривать этот вопрос именно под таким углом, то тогда Господь даст мудрости, как нам посвятить эти деньги во благо нам, нашей семье и, естественно, окружающим нас людям. Да. При этом, при всем, Господь нам приводит примеры из Библии, какая жертвенность была у героев Библии. Следующий вопрос говорит как раз о Давиде и его жертвенности. Ты уже упомянула о жертвенности. Поговорим, как это делал Давид. Как посвящение Давида Бога является вдохновением, а также упреком для многих из нас? Почему это упрек его жизнь? Ну, потому что мы знаем, что Давид был царем, и богатств у него было немало, и это подтверждает нам Библия, говорит, он говорит, что у меня было сокровище собственное из золота, серебра, но я отдаю это для Бога моего, для дома его, и все, что я заготовил для Господа, сверх этого еще даю три тысячи талантов золота, золота афирского, таланты серебра, чистого, для того, чтобы обложить стены дома, и для различных золотых вещей, которые были в Доме Божьем. И как бы с одной стороны нам кажется, что Давид как будто хвалится теми богатствами или теми дарами, которые у него есть, но написано, что эта жертвенность Давида показывает нам именно возможность помочь делу Божьему, да, и если у нас нет серебра, золота, как во времена Давида, да, и мы не имеем этого богатства у нас, у нас есть другие какие-то таланты, есть другие какие-то возможности. Мы, допустим, можем помочь физической силой, да, если нужно что-то построить кому-то, да, или там даже элементарно вскопать огород бабушки, соседки, которая нуждается в нашей помощи, или мы можем накормить голодного, бедного, одеть кого-то, и таким образом это будет предостережением нам, чтобы мы не использовали излишки для собственного блага, но помогали тем, которые в этом нуждаются. На примере Давида, который пожертвовал всем, что у него было. Получается, Давид правильно управлял деньгами с Божьей точки зрения относительно жертвенности. Ну, многие могут сказать, конечно, у него столько было денег, конечно, он мог жертвовать. И ты очень правильный пример привела, потому что независимо от того, сколько у нас денег, количество у нас денег, все равно мы можем проявлять те же качества характера, как были у Давида, и быть такими же жертвенными. При этом, при всем, есть большое искушение поддаться уловкам Сыны. Деньги – это и талант, который Господь использует для блага человечества, но использует и дьявол для того, чтобы сделать этому же обладателю этих денег гораздо хуже. Знание плана врага. Следующий вопрос. И здесь говорится про соблюдающую субботу, давай попробуем объяснить как-то это. Мы за кадром говорили об этом, как мы можем это объяснить, давай попробуем зрителям это объяснить. Как мы предостережены относительно зловещего заговора против соблюдающую субботу? Как объединить талант денег и соблюдающую субботу плюс какой-то заговор? Как это все понять? Дело в том, что весь период истории человечества сатана старался сделать там, где хорошо, что-то обязательно плохо. И если, изучая Слово Божие, мы встречаем вот в Матфеях такую интересную притчу относительно того, что Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников себе в виноградник, чтобы они работали. И когда они пришли к нему работать, он договорился с ними о плате определенной. И он говорит, вот вы поработайте и за день я вам заплачу по одному динарию. Видимо, не хватало работников на винограднике, поэтому господин выходит и в обеденное время и видит людей, которых не наняли. И он их спрашивает, что вы стоите? Он говорит, хотите поработать? Да, хотите поработать? Он говорит, да, нас никто не нанял. Если как бы вы можете, возьмите нас. И он берет еще работников и говорит им, у вас будет достойная плата. И эти работники работают от всей души, они вообще рады тому, что их в принципе взяли на работу, потому что если бы их в полдень не взяли, они бы остались вообще без пропитания на день. И поэтому их благодарность, их сердце полно радости, что они смогут принести домой какой-то заработок. И кроме этого, они еще удивлены тому, что в конце дня они получают такую же плату, как те, которые работали с утра. Весь день? Весь день, да. И что интересно, я думаю, что в этом вопросе хочет отметить нам, что враг иногда играет на наших чувствах. Почему те, которые работают с утра, получают по одному динарию, и те, которые работают с обеда, тоже получают по одному динарию? Может быть, хочет автор обратить наше внимание, что часто мы склонны завидовать заработной плате кого-то, или мы недовольны тем, что получим какое-то вознаграждение, а считаем его то маленьким, то большим, то недостойным нас. И в этом, наверное, есть заговор против людей, которые стараются жить по слову Божьему. То есть вот сделать что-то плохое им или дать им какую-то плохую мысль, чтобы позавидовать другим. И еще один момент, который я подумала относительно соблюдающих субботний день. Дело в том, что рабочие сутки, да, они распространяются чаще всего и после захода солнца. И так как мы... Рабочие часы, ты имеешь в виду? Да, рабочие часы. И так как мы соблюдаем субботу, то часто нам приходится договариваться с работодателем относительно завершения рабочего дня в пятницу вечером немного раньше, чем обычно. Не работаем в субботний день, да, тоже до захода солнца. И, возможно, сатана посылает нам еще одну зацепку, да. Если ты не поработаешь, как все, то, возможно, ты не заработаешь больше денег, чем... Или, как бы, достаточно денег, чтобы тебе хватило. То есть твой господин может не поступить так с тобой, как в притче поступил. Да, как в притче поступил. И я думаю, что сатана играет на наших чувствах. И часто мы стоим перед выбором послушать Господа и остаться Ему верными, как в денежных вопросах, как в соблюдении заповедей Его, так и, с другой стороны, заработать себе побольше и нарушить какие-то принципы, которые Господь оставил нам в жизни. И все равно при этом всем деньги как будто бы являются алчными для нас. Или же развивают у нас алчные качества характера. Следующий вопрос как раз об этом говорит, что почему мы особенно предостережны против алчности? Вот разовьется ли в нас чувство того, что у нас мало денег, если мы не будем достаточно работать или не будем работать полный день в пятницу, скажем так? Почему у нас вообще, как у христиан, должны быть такие переживания? Ну, потому что это по-человечески переживать, да, о заработной плате. Но в прошлом примечании была интересная мысль, награда не главная цель работников, а само действие, да, то есть быть полезным кому-то, сделать, совершить работу, которая есть, это важно. И Евангелие от Луки говорит нам интересную мысль. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания или алчности, да, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. То есть не от количества денег зависит наша жизнь, а наша жизнь зависит от правильного управления этими деньгами. И если мы не будем просить у Господа мудрости и правильно управлять этими деньгами, то наша жизнь может быть и в бедности, и в богатстве недостойной, или неполноценной, или неудовлетворительной. Поэтому Господь говорит нам, что в первую очередь Царствие Божие или то, что духовно, то, что высоко, а во вторую очередь уже всё остальное. И вот этот эгоизм, наша алчность, она может отвести нас далеко от Господа. И поэтому есть такое предостережение, чтобы алчность не возобладала над нами, независимо, сколькими ресурсами или сколькими деньгами мы будем пользоваться или иметь в распоряжении. Мы всегда, когда изучаем эти вопросы, мы привыкли говорить об каких-то личностях, которые написаны на страницах Библии или же на страницах Священного Писания, или же о людях, которые были упомянуты в книгах Елены Вайт. Но мы никогда не говорим о себе. Вот если мы зададим себе вопрос, Наташа, ты любишь деньги? Мы без них, к сожалению, не можем прожить в этом мире. Хорошо, это так. Но что в твоём понимании любовь к деньгам? Это что? Ну это когда все твои силы, весь твой разум, все твои действия посвящены только тому, чтобы их заработать. То есть ты уделяешь время больше заработке денег, чем семье. Детям, любимым делам каким-то. Ну то есть, допустим, вместо того, чтобы отдохнуть, ты работаешь, 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 работаешь. И это единственное, чем занят твой ум, только бы обогатиться. Но, как нас предупреждает Слово Божие, говорит, не забывай, что сегодня ты есть, а завтра тебя может не быть. Кому достанется всё то, что ты наработал или заработал. И поэтому, изучая Слово Божие, стараюсь в своей жизни применять деньги действительно как просто ресурс для жизни, для выживания, так скажем. А не для того, чтобы каким-либо образом отвлечься от главной цели в нашей жизни. Это очень правильно. В следующем вопросе мы как раз будем о этом говорить, о том, что любого деньга может навредить нашей духовной жизни. Давай об этом поговорим как раз. Серьезный вопрос как раз, насколько мы можем сильно быть испорчены деньгами. И как можно это исправить? Расскажи нам, почему алчность и любого деньга, они настолько могут быть вредительны? Да. Тимофею был дан такой совет, и вообще было очень, по-моему, резко даже сказано. Смотрите, как пишет в 10 стихе 1 Тимофея, в 6 главе пишет. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры, и сами себя подвергли многим скорбям». То есть получается, что не дело в серебре самом, но в том, что, прельстившись к нему, мы часто теряем веру, и часто мы подвергаем сами себя скорбям. То есть вместо того, чтобы жить спокойно, мы заботимся о том, чтобы не подкрался какой-нибудь вор и не забрал бы то, что мы нажили. И поэтому вот это спокойствие душевное, вот этот мир, который дает нам Господь, он иногда теряется из-за того, что мы переживаем больше о деньгах. Становимся особенно тревожными из-за того, что у нас наибольшее количество денег, которым мы когда-либо обладали, и поэтому не знаю, что с ними делать. Да, да. Возможно, это очень большой вопрос нашей жизни, в смысле, что он нас очень тревожит. А ещё это совершенно противоречит характеру Христа. Любить деньги больше, чем любить жизнь или любить людей, которые есть вокруг нас. Потому что примечание красиво нам открывает, смотрите, пишет, «Христос предложил себя как безграничную жертву. Уже одно это наносит удар по алчности и возвышает жертвенность». То есть главная черта характера, которую Господь хочет нас научить в данном уроке, это жертвенность. И часто, когда у нас меньше есть, мы как будто бы понимаем тех, у которых тоже есть мало, да, и мы стараемся им как-то помочь. А когда у нас мало есть, нам кажется, ну а как так, я старался, зарабатывал, у меня вот много есть, а сейчас я должен поделиться с тем, который там лентяй, да, допустим. Меньше работал, чем я. Меньше работал, чем я, да, не хочет зарабатывать. И так далее, и тому подобное. Но Слово Божие нас учит к тому, что систематически прививая себе жертвенность, нам намного легче будет воспитать себе эту черту характера. В миру есть такая тенденция, да, говорят, что если 21 раз повторять какое-то действие подряд, да, то обязательно это станет привычкой. И почему бы нам, как христианам, не привить к себе вот эту привычку, да, стать жертвенным, пробовать, отделить от своих доходов, отделить, допустим, от своих излишков одежды. Если у нас есть, допустим, много того, что можно было бы не иметь, да, то почему бы не поделиться с теми, кто в этом нуждается. И сребролюбие, к сожалению, оно разъедает нашу духовность. То есть любовь к деньгам, любовь к материальным только каким-то благам, она разъедает нашу духовность. Но если применить это наоборот, я думаю, что будет обратный эффект. Если духовно размышлять над тем, что у тебя есть, и правильно распределять, то Господь даст мудрости, чтобы мы не стали любителями деньгами. То есть сама пожертвование может разъесть эгоизм. Да. Как раз про эгоизм здесь о том, что вот в следующем вопросе, вопрос Б. На чем пожелание Бога, мы должны сосредоточить свое внимание и почему? Библия говорит нам, итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Богу. То есть ищите горнего, ищите чего-то правильного, возвышенного, лучшего, чем есть в этом мире или выше того, что предлагает этот мир. Да, потому что мы знаем, что вот эта зацикленность на себе, переживание о том, что я одену завтра, что я буду кушать завтра, чем я буду занимать свое время завтра, очень много времени занимает в наших мыслях эти вопросы. И если мы останавливаться будем только над этим, то мы будем взращивать в себе эгоизм, взращивать в себе это качество пренебрежения к другим, а в зависимости только от себя. Но примечание говорит, что Бог великий и щедрый податель всех благ. И Ему ничего не нужно из наших рук, если честно. То есть какие-то мои дары или какие-то мои пожертвования. Здесь написано, что Он хозяин Вселенной, зачем Ему наши дары? Ему не нужно это, но это как раз нас учит, это нас готовит к той вечной жизни, которую приготовил для нас Господь. Научиться быть жертвенными, научиться быть добрыми, научиться быть отзывчивыми. Ведь это тот пример, который показал нам Христос, живя здесь. Он часто не ел сам, но кормил большое количество людей. Он не имел где преклонить головы, но при этом Его доброта и милость наполняла радостью сердца многих. И поэтому Он хочет, чтобы мы были такими. Почему бы не воспользоваться возможностью, пока мы живы? Сегодняшние ролики говорят нам о том, что здесь мы готовимся к Нему, здесь мы становимся теми управителями добрыми, которыми Господь хочет нас видеть в небе. И здесь Господь нам хочет привить все те качества, которые выделяли бы христианина из всех людей. И эти же качества, чтобы проявлялись в небе и развивались в небе. Сегодня Господь нам говорит о том, что у нас осталось мало времени. И то, как мы относимся к нашим финансам, к нашим деньгам. И финансовым возможностям это формирует более ответственное понимание последнего времени. То есть накопление богатств здесь или же на небесах, это ключевой текст этого урока, объясняет нам многое. Завет посредством жертвы – это четвертый вопрос. И звучит он так. Так, ввиду краткости времени оставшегося нам, что должен учесть каждый человек, управляя своими финансами? Что? В этом необходима огромная мудрость в управлении финансами. Потому что, как и в предыдущем вопросе мы отметили, Господь Слово говорит, «Мое серебро, мое золото, все мое, что вы имеете, это не ваше. Даже те деньги, которые мы имеем в кармане, якобы нашим, они не наши. Это дар Господний, который Он посылает нам». И в примечании немного больше открывается о том, что часто люди склонны свои дары или свои деньги давать своим, своим поближе тем, кто, да, детям, родственникам, может быть, близким своим, в кругу семьи, чтобы наследство, так скажем, не потерялось. Но Господь говорит, и еще один момент, что очень часто они пишут завещание о том, чтобы эти деньги после их смерти распределили между собой их родственники. Но Господь говорит, очень часто эти деньги могли быть использованы при жизни. То есть я сегодня могу пожертвовать свои деньги на что-то доброе. Может быть, именно сегодня кто-то нуждается в моей помощи. Не через 10-20 лет, может, через день, когда я умру, да, а именно сегодня. И поэтому было бы неплохо вот эту доброту, вот эту щедрость сегодня практиковать или давать другим. И время краткое. Мы не знаем, что с нами будет завтра. Нам не принадлежит следующий день. Но все, что зависит от нас сегодня, и в вопросе финансов тоже, было бы неплохо разрешить этот вопрос Господом сегодня. До смерти. До смерти, да. Да. Ни в коем случае никому не назначаю срок или как-то обращаю на это. Мне кажется, что ты хочешь сказать, что человек, который обладает большим наследством, скажем, родители, которые уже в возрасте, они имеют возможность правильно управлять эти деньгами и правильно распределить деньги, распределить эти деньги. И они не до конца уверены, что если они передают эти деньги в наследство, их дети распределят эти деньги точно так же, как хотел бы ты это сделать, или же как рекомендует Господь. Да. Да. Возможно, именно эту мысль хотела подчеркнуть, что пока живы, пока мы в здравом уме, да, было бы неплохо распределять наши финансы и все, чем мы обладаем достойным образом. И перед Господом, и перед людьми. Ты немножко коснулся же вопроса «Б». Он звучал так. Какое особое предостережение относительно управления ресурсами Христос адресует родителям? Мы уже поговорили про наследство. Естественно, что кто любит отца и мать более нежели меня, не достоин меня, тот любит сына. Это все понятно, потому что не говорится о том, что не нужно любить мать или не нужно любить сына и дочерей, ничего им не оставлять. Отдавать абсолютно все на работу Господу. Есть какие-то культурные ценности, есть какие-то обычаи и традиции, которые позволяют тебе, живя в какой-то местности, принимать решение на основе того, какие есть традиции, но, естественно, которые не идут в разрез с тем, что рекомендует Господь. Что бы ты посоветовала сегодня детям, которые получают большое наследство от родителей, которые не заработали эти деньги? Мудрости от Господа. Если они доверяют Господу, если они уважают своих родителей, то я думаю, что они не поступят так, как поступил однажды блудный сын, о котором мы знаем. За один день не распустят, так скажем, все свое наследство или все свое имущество, и дальше будут жить очень недостойной жизнью человеческой, чтобы они все-таки мудро распределили это наследство, эти деньги, которыми они располагают. И, конечно же, не забывали о тех, которые есть вокруг них, рядом с ними, может быть, есть те, которые больше нуждаются в помощи, чем они сами. Сегодня люди накапливают деньги, собирают, где-то они их сохраняют для того, чтобы еще больше приумножить, но при этом у них есть страх о том, что эти деньги могут исчезнуть. Сегодня люди ставят деньги в банк, на депозит для того, чтобы был какой-то процентный рост, держат деньги в сейфе у себя дома для того, чтобы обезопасить себя, потому что банк могут ограбить, при этом они постоянно переживают и находятся в стрессе, что их могут дома ограбить. Но Господь говорит, что есть самый безопасный депозит, и сейчас мы о нем поговорим. Самый безопасный депозитный сейф, который находится, скорее всего, что на небе. Какое утешительное заверение Христос дает всем тем, кто заключит завет с ним посредством жертвы? Опять же задается нам вопрос и об одежде, что заботитесь. Посмотрите на полевые лилии, говорит, кто о них заботится? Разве они одевают себя? Разве они приукрашивают себя? Ну, написано, что даже Соломон в своей славе не одевался так прекрасно, как каждая из них. Или птицы, которых мы видим каждый день. Кто дает им еду? Кто заботится о их ночлеге? Ведь в этом всем видна рука Божья. И человек, который, имея намного больше, чем птицы, чем полевые цветы, чем лилии, то есть у нас есть дома, у нас есть какие-то сбережения, у нас есть какая-то возможность роста, то есть мы работаем, зарабатываем, живем. Но почему бы нам не позаботиться о том, что действительно важно? Дальше написано, Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и все это приложится вам. То есть Господь говорит, что все, что вы имеете, Отец знает об этом, и Он об этом заботится. Ваша работа, правильно распределить все то, чем вы обладаете. И написано, что когда вы начнете служить Господу, то Тот, Который имеет всякую власть на небе и на земле, восполнит всякую нужду вашу. Мы иногда думаем, допустим, сегодня нам нужно поехать на какую-то миссионерскую работу, и в этот день мы не будем работать, допустим, или не заработаем. У нас есть другая какая-то важная работа дома. И думаешь, ой, я ничего не успею, у меня ничего не получится, ну вот опять, опять, и нарушается душевный покой. А тут Господь так все устраивает, что кроме миссионерской работы, которую ты совершишь, ты успеваешь сделать и все по дому, и еще даже сверх того, потому что Господь заботится обо всем. И тогда ты понимаешь, что распределив свое время достойно или отдав Богу должное, Он позаботился обо всем остальном. И в моей жизни не раз были такие опыты, когда я переживала, что я что-то не успею, что что-то будет не так. Но предавшись в руки Божьи, я получила намного больше благословений. Единственное, что мы часто не видим этого сразу, а только пройдя какое-то время, мы понимаем, что действительно Господь заботился о нас. И Иисус показал нам своей жизнью, что наша жизнь должна быть святой даже в таких мелочах, как деньги, время. Потому что нам кажется, что время, как долго или как много. А оказывается, нам стоит прожить вот эту минуту сегодня достойно, правильно, потому что все остальное не наше. И вот эта вот святость в мелочах, она приведет к чему-то большему, которое будет святостью на небе, к жизни, которой мы стараемся приготовиться уже здесь на земле. У нас заключительный вопрос. Немножко уже начал на него отвечать. О ценностях и о балансе, которые мы должны сохранить, служением Господу, служением деньгам или зарабатыванию денег. Каков наиболее эффективный способ сохранения нашего богатства? То есть все равно мы живем как-то копием эти все деньги. У нас есть какие-то планы на будущее. Может, это планируем покупать или инвестировать во что-то. Но Господь нам говорит о том, что нужно как-то сохранить баланс. И для того, чтобы эффективно инвестировать эти деньги или эффективно пользоваться этими деньгами, должен быть какой-то особенный принцип. Расскажи. Соломон нам говорит, «Чти Господа от имения Твоего и от начатков всех прибытков Твоих и наполнятся житницы Твои до избытка и точила Твои будут переливаться новым вином». Что имеет в виду здесь Соломон? Что эффективный способ сохранить все свои богатства или все свое достоинство или все свое наследство это придать в руки того, который не изменен, который не имеет ни тени перемен, который надежен до невозможности, до вечности, так скажем. Потому что примечание опять же говорит нам, что отдайте в надежные руки то, что вы хотите сохранить, если вы это действительно хотите сохранить. Потому что есть такой стих в Библии, где говорит, «Если Господь не сожжидит дома, напрасно трудится охраняющий его или заботящийся, или хозяин этого дома». Почему так говорится? Потому что мы находимся в руках Божьих, и все, что мы имеем, все дары от Него тоже в Его руках. И мы должны понять эту мысль, что действительно мы являемся управителями всего лишь, управителями всех тех даров, которые Господь нам дает здесь, на этой земле. И способ сохранить своё богатство — это придать его в руки Божьи, на мой взгляд. Это не значит, что отдать все свои деньги куда-то, чтобы они сохранились, но распоряжаться ими таким образом, чтобы Господь был доволен, и чтобы люди вокруг нас были счастливы, и чтобы наши деньги, наше время могло им помочь возвыситься в этой жизни и достичь жизни вечной. В дополнение к тому, что ты сказал, только хочу сказать, то, что когда мы читаем в Библии, каковы должны быть плоды Духа в человеке, это самые лучшие качества характера, то есть если будут плоды Духа, то получается человек только плоды Духа в человеке, то человек полностью готов к небу. И вот там мне очень нравится одна череда всех этих качеств, перечислений, там говорится, что в добродетели нужно что проявлять? Рассудительность. Рассудительность. У тебя могут быть деньги, но у тебя должна быть рассудительность, как правильно деньгами воспользоваться. Поэтому даруя, жертвуя, естественно, нужно проявлять рассудительность. Беря во внимание все факторы, и я думаю, что с молитвой у нас получится и сохранить деньги, и заработать деньги, и сохранить баланс для того, чтобы эти деньги нас не испортили. Наталья, спасибо большое за то, что ты помогла нам изучить этот урок. Слава Богу. Дорогие друзья, я верю в то, что этот урок помог вам стать духовно-финансово грамотным. Будьте мудры в том, как вы пользуетесь деньгами, как талантом. До следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова